А я сейчас хочу поговорить о вкусах детства. У каждого своё детство и, естественно, свои вкусы. Вот в моём детстве сочни были совсем другие, а сейчас, ну, они отличаются немножечко, поэтому первый вариант сочни я приготовлю из детства сегодняшнего, а второй вариант сочни я приготовлю из своего детства. И вот мы как раз сравним, какие вкусы в каком детстве были. Я начну с первого варианта вкуса детства сейчас. Мне понадобится 100 граммов мягкого сливочного масла. 100 граммов. 50 граммов сахарной пудры. И прямо сюда на весах я добавляю 50 граммов сахарной пудры. И вся пудра у меня ушла. И взобью это хорошо венчиком. Можно приготовить это всё без миксера. Когда вы используете сахарную пудру, с ней надо быть аккуратно, потому что сахарная пудра разжижает тесто. Это будет песочное тесто. Мне понадобится сюда щепотка соли. Совсем щепоточка. Одно яйцо. Вот так вот пробиваем хорошо венчиком, чтобы яйцо сейчас соединилось с маслом. Это обыкновенное песочное тесто. И вот в песочном тесте очень важна закладка. Масло с сахаром всегда взбивается первым. А вот мука и яйцо. Вот здесь может меняться очередность закладки. Если положить яйцо последнее, то тесто будет более жёсткое, такое затяжное. А если муку, то как раз вот эта вот рассыпчатость песочного теста мы и получим. Ну, уже вот так я перемешала. Соберу всё, чтобы все граммы остались у меня, которые мне нужны в миске. Отвешу сейчас себе 250 граммов муки. Воспользуюсь ложкой 250 граммов муки. Соотношение в песочном тесте такой. Муки в два раза больше, чем масло. Но чем больше вы положите масла в песочное тесто, тем оно будет жирнее и рассыпчатое. Мне понадобится разрыхлитель. Одна-вторая чайной ложки. Я добавлю разрыхлитель в муку. Перемешаю венчиком, чтобы разрыхлитель разошёлся в муке равномерно. И высыпаю муку в масло. И быстро здесь надо замешать тесто. Сначала я это сделаю венчиком, а потом уже вручную. Сейчас соединю. И уже руками замешу. Надо делать это всё быстро, потому что ещё опять один момент работы с песочным тестом. Чем больше вы мнёте его руками, тем больше оно затягивается, будет более жёстко. Поэтому буквально быстро-быстро-быстро руками работаем, чтобы собрать тесто. Вот в шар собирается, уже больше другого замеса не надо. Всё, у меня тесто собирается хорошо в шар. Чувствуется вот эта вот песочная, рыхлая структура под руками. Соберу все крошечки. Возьму плёнку или полиэтиленовый пакет, но у меня есть плёнка пищевая. Она очень удобна в работе всегда. Заверну, чтобы не было доступа кислорода, чтобы не заветривалось. Тесто Отрываю и убираю тесто на 20-30 минут в холодильник, для того, чтобы масло стало кремообразной формы, стабилизировалось, и с тестом будет гораздо легче работать. И вот теперь я буду делать тесто для сочни. Из своего детства. Оно будет не такое рассыпчатое, будет немножечко затянутое за счёт просто других ингредиентов. И мне понадобится всего-навсего 50 граммов масла сливочного. 50 граммов. 51, но 1 грамм оставим на погрешность весов. Сахар, песок 100 граммов. Это приблизительно 4 столовых ложки. Но я всё-таки взвешу на весах. Отправляю в дежу миксера. И сейчас взобью масло с сахаром тоже до такого состояния помадки. Насадка называется для работы с песочным тестом или лопаткой, или весло. Начинаем с меньших оборотов, чтобы сахар не разлетелся. И чуть-чуть потом увеличим скорость. Также добавим щепотку соли. Соль в сладком тесте это не как обязательный компонент, а это всегда граница вкусов. Сладкого, чтобы не было постоянно вот этого приперного сладкого, всё равно должна сладость чем-то оттеняться. Вот в данном случае соль как раз оттеняет эту сладость. Масло во втором случае я взяла меньше. У меня всего здесь 50 граммов. Потому что по рецепту у меня пойдёт сюда сметана. И вот за счёт сметаны я компенсирую вот эту жирность. Мне понадобится 100 граммов сметаны. сметана хорошая, жирная, поэтому чуть-чуть побольше уберу лишнюю. Отправляю всё в дежу. Также одно яйцо. И вот чтобы равномерно всё перемешалось, потому что при работе миксером и веслом всегда собираются на стенках ингредиенты. Надо помогать себе лопаточкой. Ну там один-два раза больше не надо, но обязательно надо помочь, чтобы все компоненты перемешались равномерно. Пока взбивается у меня здесь вот жидкая составляющая, я также отмерю себе 250 граммов муки. и возьму также половину чайной ложки разрыхлителя. Венчики все испачкала, поэтому воспользуюсь ложкой и постараюсь равномерно распределить разрыхлитель в муке. Вот сейчас я высыпаю муку и на первой скорости буквально три, максимум четыре толчка. и все остальное я замешу уже руками, потому что если я дальше буду продолжать замешивать веслом, я затяну тесто, а руками я уже буду точно чувствовать для себя правильный замес. Это тесто, оно даже вот уже в руках по структуре по своей вот немножко другое. Оно липнет побольше за счет сметаны к рукам. и так же быстро сейчас, чтобы собрать в шар тесто, замешу руками. И оно такое тянущее, вот это надо чувствовать вот руками, когда вы начнете готовить и уже будете варианты искать для себя тесто, песочного, там любого другого, вы будете уже чувствовать на ощупь, что оно совсем другое, вот мягче, более липкое, чем то, без сметаны, а на одном масле. Также заворачиваю в пленку тесто. Вот так хорошо заворачиваю, чтобы не было доступа кислорода в пленку. и убираю в холодильник так же на 20-30 минут. А пока тесто охлаждается в холодильнике, я буду готовить начинку для сочни. Я готовлю сочни. Я приготовлю уже два вида теста, песочного, но они немножечко разные по своим ингредиентам и будут немножко разные по структуре, но начинка у меня будет одна. У меня творог. Я возьму миску. Творог я беру для сочни жирный, где-то 5-9% жирности. Но вот для того, чтобы начинка была нежная, можно взять такой пастообразный, кремообразный творог. Но вот я все-таки взяла такой зерненый, но чтобы придать ему воздушность, я его протру через сито. Он будет невероятно воздушный, легкий и в начинке очень вкусный. И протру через сито весь творог. Грамм 600, наверное, творога. Я возьму для придания какой-то пикантности ванильный сахар. Я не кладу в начинку яйца. Я кладу крахмал кукурузный. Лучше всегда в какой-то выпечке, кондитерских изделиях использовать кукурузный крахмал. Во-первых, если вы используете крахмал картофельный, его надо гораздо больше, чем кукурузного. И у него немножечко другая связка, и он стереет. В выпечке вот этого не очень хорошо, поэтому лучше использовать в выпечке кукурузный крахмал. Я возьму на это количество творога 3 столовых ложки крахмала. Вот так вот. И хорошо-хорошо сейчас все это перемешаю. будет перемешиваться очень легко. Ребята, крахмал, творог, ванильный сахар, это все хорошо, но надо же нам начинке придать сладость, сахар, каждый добавляет на свой вкус. Я приблизительно добавлю на это количество 3 столовых ложки, учитывая, что все-таки у меня еще сладкое тесто, чтобы сахаром не переборщить. И вот теперь хорошо начинку перемешиваю до однородности. И совсем другая структура уже у творога, вот, нежели она была в упаковке, такая зерненная, сейчас однородная, пастообразная структура начинки. Главное хорошо перемешать, чтобы сахар, крупинки сахара разошлись, и он распределился равномерно начинке. Тесто у меня отлеживается, начинка у меня готова, я сейчас сразу же буду подготавливать противень. начинка моя готова, противень я подготовила, включу духовку на температуру 160 градусов, конвекция, и устанавливаю температуру 160 градусов, и пусть нагревается. У меня духовка, и я пошла за тестом в холодильник. Тесто первое, самое первое, без сметаны, хорошо охладилось, оно уже не такое податливое. я чуть-чуть присыплю стол мукой, разомну тесто и начну его раскатывать. Поджимая его вот так вот руками, это можно делать через силиконовые коврики, очень хорошо, мне очень нравится работать с таким тестом через силиконовые коврики, вот тогда тесто поджимать не надо. А если вы делаете это на столе, то тесто придется всегда поджимать, потому что при механическом воздействии на него оно немножечко как бы расползается, потому что оно песочное, поэтому и называется оно песочное, что оно очень хрупкое. Мне надо раскатать пласт приблизительно где-то 3-4 миллиметра, ну максимум 5, не надо, чтобы было одно тесто, все-таки хорошо, когда соотношение начинки в сочниках должно быть 50 на 50, если вы берете 50 граммов теста, значит у вас должно быть 50 граммов начинки. Мы взвешивать не будем, мы будем вырезать круги стаканом, я тут его себе подготовила, даже не стакан, а фужер, если вы хотите вот четко-четко сделать по граммам, то тогда отвесьте каждый кусочек теста, какой вам надо по весу, и каждый кусочек будете раскатывать. а я воспользуюсь вот таким фужером и буду вырезать круги. Вот так вот. Никакой здесь науки нет, просто берете и вырезаете. Лишнее пока откладываете в сторонку, я помогаю себе ножом частенько, чтобы вот между вот этими кругами в промежутках вынуть излишки теста. Ну и приступаем к начинке. выкладываю начинку на половинку переднюю, вот так вот. Помогаю себе немножко ножом и складываю. Вот так вот получается такой открытый пирожок. продолжаю делать все то же самое. Выкладываю на переднюю вот половинку теста начинку, складываю пополам и выкладываю на противень. и все то же самое я проделываю с остальными сочнями. Это тесто у меня осталось, я уберу в сторонку, я его потом доделаю. Просто у меня же еще второе тесто. Я хочу просто пощупать его, как оно будет под руками себя вести. Припрошу уже предварительно стол мукой и пойду в холодильник за вторым тестом. На ощупь оно прохладное, но оно более податливое, чем первое. А все это только за счет сметаны. И раскатываться оно будет по-другому. Я даже чуть-чуть сверху припорошу мукой. Вот видите, оно уже раскатывается по-другому и не крошится. Вот. Очень пластичное тесто. И сразу понимаю, что структура у этого теста совсем другая. Опять же вернусь к своим силиконовым любимым коврикам. Если они у вас есть, то это очень хорошо раскатывать тесто между силиконовыми ковриками. И собственно все то же самое. Нарезаю круги. Вот брать его уже немножечко сложнее за счет его эластичности. но выпекаться они будут практически одновременно на одной температуре, поэтому укладываю я их все на один противень. все то же самое. Начинку вперед, второй половины прижали и последний сочинь. У меня ушла вся начинка, второе тесто у меня ушло все целиком и мне осталось только смазать сочинем. Я воспользуюсь яйцом, можно одним желтком, можно желток с белком, можно просто белком, чтобы придать глянец сочним. Я воспользуюсь и желтком и белком. Вот так вот. Возьму кисточку, вот эти чуть-чуть вот так вот примну, хочется мне им придать такой более расплюснутый вид и хорошо смажу их яйцом, чтобы они были после выпечки такие золотистые. Пахнет ванилькой, творогом, очень вкусно. И песочное тесто, оно тоже очень хорошо пахнет, даже не испеченное, потому потому что там масло, сахар и естественно вот эти вот продукты они уже отдают свои запахи сразу же. И отправляю свои сочни в духовку. Температура у меня 160 градусов, режим конвекция в среднее положение на 20-25 минут. Но осталось только подождать и мы узнаем какой вкус с детства. 25 минут пролетело незаметно. Я достаю из духовки сочни, они подрумянились. Выложу их на тарелку. Вот это первый вариант теста. И они даже немножечко после выпечки отличаются по цвету и по структуре своей. Первый вариант теста он более такой ровный что ли. А пахнет очень вкусно пахнет. Вот так вот. И второй вариант он такой более как сказать, вот как сказать, как передать мне вам свои эмоции, то, я вижу, то, что какие запахи до меня доносятся. Такие вот видно, как бы пещерки в тесте. Ну вот в принципе сочни уже можно есть вот так вот. Ну я вот очень люблю такую выпечку чуть-чуть посыпать сахарной пудрой. Ну это вот моя такая фишка. Поэтому я это сделаю. чуть-чуть совсем вот припорошу. Мне кажется и вид сразу у них другой становится. И все-таки попробую я надломить и один и второй. Сочинь он горячий, но тем не менее и начинка еще за счет того, что горячая, она конечно еще не застабилизировалась. Вот это очень такой вариант детства моих детей. Песочный. Видно на надломе, что напоминает где-то песочное печенье. И по своим ощущениям, когда надламываешь, чувствуется. А это такой вариант моего детства со сметаной. Он более пышный за счет сметаны. Здесь немножко другая структура, но пахнут они одинаково, великолепно. Что те, что другие. Поэтому, если вы хотите узнать, какой вкус вашего детства, приготовьте эти сочни. И первый, второй вариант. И для себя определитесь, какого же вкуса ваше детство. Готовьте только с хорошим настроением. У вас обязательно все получится. Спасибо. Субтитры